Всем привет! Сегодня у нас 4 сентября 2020 года. Украина, город Кременчуг. Хочу показать вам сорт нектарина под названием Харко. Этот сорт канадской селекции отлично себя показывает уже не один год. Этот сорт растет у отца в саду. Я уезжал на отдых 25 августа, то он еще был зеленоватый. Там отдельные плоды начали спеть. Я видео не успел снять. Думаю, приеду, потом сниму. Но тут уже часть урожая снята. Тут уже начали даже птички клевать и вот плоды. Сейчас я покажу на дереве, какая загрузка. Это процентов 60 урожая снято уже. Сорт показывает неплохо каждый год. Даже несмотря на весенние возвратные заморозки этого года, загрузка как бы неплохая. Деревцо нужно, конечно, хорошенько обрезать уже, потому что я смотрю, уже веточки такие суховатые есть. Но сейчас не об этом. Давайте сейчас посмотрим на этот сорт. Сорт полностью спелый. Вот такие вот плоды. При полном поспевании он может сыпаться, потому что отец говорит, ты когда приедешь, он, наверное, весь сейчас посыпется. Он приехал, еще чуть-чуть висит, чтобы хоть показать вам. Я себе этот сорт не сажал. Ну, зря. Надо было посадить, потому что у меня в данный момент уже нектаринов и персиков нет. То есть сорта есть поздние, но они еще не подоносят. Я их не видел в подоношении. А вот это вот получается нектарин Харкова. Вот у отца один из поздних нектаринов. Потом идет уже у него сорт Лаурол. Что я могу сказать по этому сорту, по наблюдениям у отца? Сорт средний, сильно рослый. Каждый год с урожаем. Может поражаться, если пропустить обработки курчавостью листьев. При трех обработках листь чистый, хороший. Вот, могу показать. Прирост не сильно растет. Вот, привитый сорт на диком миндале. Сейчас обойду с другой стороны, еще покажу вам. Тут мало плодов уже осталось, потому что уже основная масса снята. Я чуть не успел именно показать его. Вот, обошел с другой стороны. Гляньте, ветка тоже такая загруженная. На солнышке цвет набирает красивый. Размер у него средний, не сильно крупный. Такой, наверное, грамм до 150. Возможно, при нормировке, по уши дерева никто не нормировал, при нормировке будет вес крупнее. Ну, я крупнее 150 не видел на этом дереве. Сколько год он подоносит. Деревцу этому уже 5 лет. Короче, дает стабильный урожай. Так, нарвали мы плодов. Давайте посмотрим, какой вес. Ага, он включенный. Так, вот это вот одни из самых крупных на дереве были. Ого, 213 грамм. И вот тоже, один из самых крупных. Показываю. 203 грамма. Блин, ну при такой загрузке, как была, я таких плодов не видел. Самые большие были до 150 грамм. Ну вот, в принципе, если хорошо нормировать мощное дерево, то можно получать по 200 грамм плоды на нектарине Харку. Отлично. То есть, сейчас покажу вам. Это средний вес, основная масса плодов. Она идет где-то 120-150 грамм. 155. 172. 165. 145. Один из маленьких. 142. Не, в этом году вес неплохой, кстати. Обычно он был по 120 грамм. В этом году по 140. Грубо говоря, средний. Отлично. 161 грамм. Вот такой вот нектарин. Отличный. Средне-позднего срока созревания. То есть, может висеть, вот сейчас у нас 4 сентября. Получается, вот до 14 сентября он спокойно висит. Но можно было его кушать уже с 25 ауста. Так, давайте сейчас разрежем, посмотрим. Мякоть какая. Он такой интересный, штриховатый такой, как леопард. Вид на солнце вот такой вот будет. На чистом в тени вот такой. Так. Косточка у него должна отделяться. Вот так вот. Он уже, мне кажется, переспел чуть-чуть. Красивый. Да, косточка свободная. Сейчас посмотрим. Сочная. Слышно пахнет так. Ну-ка, мякоть. Да, гляньте, сколько сока в нем. Спелый плод. Очень сочный. Сок аж течет. Так, давайте попробуем на вкус его. М-м-м. Душистый. Ароматный. Сладкий. Блин, кислоты я вообще не слышу. Кислоты нету. Мякоть. Тающая. Чуть-чуть волокнистая. Шкурка не ощущается вообще. Как будто ее нету. То есть есть на персике такой, как целлофан. Шкурка волосатая. Что и невозможно есть. А именно на нектарине шкурка вообще не ощущается. Класс. Вкусный сорт. Косточка. Как видите, свободная. Такая средняя, крупная, я бы сказал. Ну, на вес легкая. Так. Ну что, сорт. Очень достойный по вкусу. Из поздних сортов. Он идет сразу же после нектарина флэвен. У меня нектарин флэвен. Я уезжал, уже был полностью готовый. Поспел. Но этот еще был зеленоватый. Там отдельные плоды можно было кушать. Нектарина харку. А вот я приехал с отдыха. И как раз приехал, думаю, сниму вам видео. То вот он полностью спелый. Полностью все плоды мягенькие, спелые, вкусные. Отличные. Есть черенок на продажу в небольшом количестве. Кого заинтересовал сорт, звоните, пишите. А так вот в целом небольшой видеообзор по данному сорту. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.